Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» в микрофону ведущей Серглана Антонова. Четвёртый год в столице республики по инициативе главы города Якутска Асина Николаева реализуется проект гражданских инициатив «Народный бюджет». И благодаря ему стало возможным начать собственное дело, обустроить место отдыха наших горожан, установить памятные обелиски ветеранам, издать книги и многое другое. И в эти дни идёт приём заявок на очередной конкурс проекта. По каким основным направлениям будут отбираться проекты и что уже сделано в рамках «Народного бюджета»? Об этом наш разговор с гостями нашей студии. Это советник главы администрации городского округа города Якутска Ирина Семеновна Якушева. Здравствуйте! Добрый день! И инициатор проекта «Детская площадка» Варвара Станиславовна Назарова. Здравствуйте! Здравствуйте! Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. Кроме того, работает WhatsApp, наш номер 758 850. Пишите и звоните. Что же, мы начинаем наш разговор. И первый вопрос я хочу адресовать Ирине Семеновне. И расскажите, пожалуйста, несколько слов о проекте «Народный бюджет», да? Что послужило вообще его появлению, о его целях и задачах? Спасибо. Ну, прежде всего, хочу напомнить, что действительно этот проект у нас реализуется уже четвертый год. Это была инициатива главы нашего города Остина Сергеевича Николаева, который, в общем-то, главной, одной из своих главных задач поставил вовлечение граждан в улучшение нашего города. Ну, есть абсолютно такое понимание, что чисто бюджетными средствами практически невозможно удовлетворить те запросы, растущие запросы горожан по комфортности нашего города, об улучшении возможностей для наших детей, вообще для граждан в целом, в обустройстве дворовых территорий и так далее. Поэтому как раз возникла идея вовлечения граждан во все эти дела, и одним из таких инструментов стал как раз народный бюджет. Ну, я, наверное, думаю, что нет, наверное, такой большой необходимости подробно рассказывать, потому что мы неоднократно и постоянно выходим с информацией об этом народном бюджете. Вот недавно мы провели семинар в окружной администрации, куда пригласили всех желающих, большой зал был полон. Это говорит о том, что люди как-то интересуются, видят его результаты. Поэтому я сегодня хотела бы говорить с точки зрения тех изменений, которые происходят в положении, внесены в положение, в условия проведения конкурсного отбора и дальнейшей реализации, самое главное, еще и отчетности. Потому что мы все понимаем, что софинансирование в виде субсидий инициаторам проектов выделяется из местного бюджета. Безусловно, эти средства должны быть под неусыпным контролем и отчетом. Кстати, вот о средствах, сумма финансирования, она растет, может быть, уменьшается или остается стабильной из года в год? Ежегодно, когда депутаты Якутской городской думы утверждают местный бюджет, в нем предусматривается сумма в 30 миллионов рублей. Она неизменна. Другое дело, что каждый год сумма, выделяемая в виде субсидий победителям конкурса, она немножко варьирует. То есть мы не преследуем цели дать просто выделить эти средства именно 30 миллионов. Речь идет о поддержке тех проектов, которые в результате достаточно сложного отбора признаются социально значимыми, полезными для нашего города. И если в первый год было распределено в виде субсидий победителям конкурса 25 миллионов рублей, то в прошлом году это была сумма 29 с копейками рублей. Давайте немного к статистике обратимся. Действительно, мы говорим, что четвертый год реализуется этот проект. Сколько вообще за это время заявок поступило на конкурсы? Сколько из них реализовано было? Совершенно замечательная вещь. И мы уже можем говорить о том, что есть определенный итог реализации этой идеи, вовлечения жителей города Якутска, улучшения нашей столицы. За три года всего поступило 650 заявок. Это много. 650 проектных заявок, и мы понимаем, что каждую заявку инициирует не один человек. А это значит, что достаточно серьезное количество людей, жителей нашего города видят свое участие в этом проекте, как свое такое дело, свою инициативу. Но, естественно, сумма софинансирования ограничена, как мы уже видим. Серьезный отбор проходит, конкурсы. И на сегодня 129 проектов поддержано и реализовано. За вот эти три года 129 проектов. Но хочу подчеркнуть еще раз, все те заявки проектные, которые когда-либо были внесены, мы их стараемся не забыть. Они все у нас сохраняются в базе. И по мере возможности или по инициативе тех людей, которые все-таки не получили эту субсидию, не стали победителями конкурса, мы стараемся оказать другие виды поддержки. Это информационная поддержка, организационная и так далее. То есть мы стараемся не бросить, не оставить без внимания даже те проекты, которые не победили в этот раз. Я думаю, что очень многие реализованные проекты действительно и на виду, и на слуху у нашего населения. Но тем не менее, хотя бы несколько назовем конкретных для примера. Ну, сразу хочу сказать, что у нас все заявки проектные, они распределяются по направлениям. Их у нас вот так традиционно сложилось, что семь направлений. И по каждым из этих направлений можно отметить, подчеркнуть удачные, успешные и самое главное полезные для города проекты. Ну, хочу вот немножко цифры привести, вернее, конкретные итоги привести, что уже сделано за эти годы. Вот, как я уже сказала, 129 общественно значимых проектов реализовано. Это 28 детских и спортивных площадках по всей территории городского округа. Это 30 образовательных, культурных, спортивных мероприятий. Разного такого и уровня, и формата. Снято при нашей поддержке, при поддержке проекта «Народный бюджет» 5 художественных фильмов. Ну, это здорово. Издано 7 книг. В основном это те книги, которые отражают историю тех или иных округов нашего города, пригородов, нашей столицы. Это 25 проектов по благоустройству дворовых территорий. Это 3 теплые остановки. По-моему, 4 или 5 линий летних водопроводов. Вот огромное количество, да. Но здесь вот, когда вы задаете вопрос, люди задают вопрос, что вы считаете наиболее успешными проектами, да, полезными проектами. Я бы хотела подчеркнуть, и мы сейчас очень озаботились тем, чтобы люди понимали будущую жизнь своей инициативы, будущую жизнь своей проекта, да, своего проекта. В первые годы иногда вот мы столкнулись с тем, что, например, построена, возведена детская спортивная площадка, а дальше её, к сожалению, вот так вот оставили без содержания. Да, как-то немножко забросили. И мы сейчас вот пересмотрели, продолжаем пересматривать положение о народном бюджете именно с точки зрения, чтобы вот будущая жизнь вот тех объектов или тех проектов, которые реализованы, она была действительно, ну, такой вот, хорошей, да. Вот, пример могу привести, вот было в первые, в один из первых, не помню, в 2014 или 2015 год был поддержан проект социального центра Терчи. Да, сейчас достаточно такой хорошо работающий. Он работает, заявил уже себе хорошо. Социальная гостиница для женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию, да, у них жизнь такова, что вот эти вот объекты, эти организации, они стали частью вот городской уже, муниципальной программы, да, есть и другая жизнь, когда объекты передаются на баланс управам. Ну, в общем, суть в том, чтобы вот эти средства, которые выделены в виде субсидий, вот эти проекты, которые поддержала окружная администрация по проекту «Народный бюджет», имели свою самостоятельную жизнь в будущем. Вот такой критерий. — Скажите, пожалуйста, вот, Ирина Семёновна, Вы упомянули, что есть изменения, да, которые введены с 2016 года. Вот чем они вызваны, что это за изменения, да? Ну, конечно, наш «Народный бюджет» — это проект достаточно такой новый. И вот как раз сегодня наш проект представляется в Москве на одном из, ну, больших таких мероприятий, где речь идёт о внедрении инициативного бюджетирования, да? И как мы видим, именно на муниципальном уровне, когда из муниципального бюджета выделяются средства на поддержку именно инициатив населения, он пока такой вот единственный у нас в России, поэтому к нам так часто обращаются и муниципальные сообщества, да, вот за опытом нашим. Ну, конечно, три года — это не тот срок, когда мы можем сказать, что всё абсолютно идеально предусмотрено, да, поэтому, конечно же, и положение меняется. В этом году у нас внесены изменения по предложениям членов общественной палаты города Якутска, вот. Но это опыт, и именно вот анализ того опыта предыдущих лет нам диктуют вот эти вот внесения изменений, да. Ну, представьте себе, если представляется гражданами 300 проектов, да, мы профинансировали в 2015 году 42 проекта, выбор, как говорится, есть, понимаете, да? Вот, поэтому здесь что могу сказать по тем изменениям, которые внесены? Во-первых, очень достаточно чётко очерчены роли и функции всех участников этого, скажем так, процесса, да, кто есть окружная администрация, кто входит в состав экспертных рабочих групп, что представляет собой конкурсная комиссия, кто является распорядителем вот этих вот бюджетных средств, заказчиком проектов и так далее. Вот, пожалуйста, дорогие друзья, загляните на сайт «Ванклейк Якутский» или на сайт городского округа города Якутск, Якутск РФ, и посмотрите внимательно, также мы достаточно чётко в этом положении очертили то, на что именно могут быть направлены вот эти средства, да, кто может стать победителем, а кто не может, ну, какой проект не может получить право такое, да? Потому что действительно спектр очень широкий. Да, мы не ограничиваем именно цель проекта, да, суть проекта, не ограничиваем, но, тем не менее, чётко очерчиваем, что победителем такого конкурса не может стать, например, тот проект, который направлен на дальнейшую коммерческую деятельность, это первое. Второе, эти средства не могут быть направлены на закупку оборудования, например, да, или машин, там, каких-то вот таких капитальных вложений, скажем, да. Далее, это проекты, которые потенциально могут нанести вред окружающей среде, ну, тоже вот отсылают к положению, и там всё это можно довольно чётко посмотреть. И, конечно же, сразу вот хочу сказать, что вот это опыт, это анализ, это анализ тех проблем, с которыми сталкивались инициаторы проектов народного бюджета, которые стали победителями. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор о проекте гражданских инициатив «Народный бюджет». Напомню, что он реализуется в столице нашей республики уже четвёртый год, и буквально через 10 дней завершится... 1 ноября, да. 1 ноября уже завершается приём заявок на этот конкурс. Итак, будьте с нами. 1 ноября, да. Сегодня говорим об этом подробно советникам главы администрации городского округа города Якутск Ирины Семёновны Якушевой и инициаторам проекта «Детская площадка» Варварой Станиславной Назаровой. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвонить к нам в студию по телефону 32 00 66, 32 11 66. Кроме того, у нас работает WhatsApp, наш номер 758 850. Пишите, звоните, участвуйте в нашем разговоре. Что же, мы продолжаем нашу беседу. И теперь мне хотелось бы обратиться к непосредственно самому участнику проекта, конкурса. Вы, я знаю, работали по проекту «Детская площадка». Варвара, расскажите, пожалуйста, по какому направлению был ваш проект? Как и почему возникла такая мысль сделать детскую площадку? Наш проект стал победителем по направлению «Будущее Якутска». У нас в Якутии рождаемость высокая, детей много. Лет у нас короткое, хочется больше времени проводить на улице. Для городских детей очень важно играть на хороших, общедоступных детских площадках. С помощью такого проекта у нас появилась в городе еще одна новая детская площадка. Но задумка у нас появилась давно. Наш дом по улице Голковского 20 находится в центре города, в районе площади Дружбы. И дом был построен в 2004 году без планировки детской площадки. В 2009 году, я являюсь руководителем детского сада Мэри Поппинс, мы переехали в этот дом и оборудовали там просто в придомовой территории с песочницей. То есть финансово они могли позволить ни мы, ни ТСЖ оборудовать детскую площадку для детей дома и детского сада. О проекте «Народный бюджет» мы слышали давно по объявлениям, по объявлениям даже в подъезде своего дома. Но казалось, что это что-то далекое и очень трудное, и могут участвовать только очень опытные, важные, большие люди, которые имеют много времени, денег и так далее. Люди мы простые, но думали, думали и все-таки решили попробовать принять участие в этом проекте. Все-таки видели очень хорошие результаты этого проекта. И в прошлом году, в ноябре, наша инициативная группа нашего детского сада решили предложить проект по обустройству детской площадки, который будет общедоступной для всего города, который будет безопасной и красивой, хорошо оборудованной. Хорошо. А вообще, как шла работа над проектом? Были ли у вас какие-то собственные вложения в проект? Да, конечно. По положению проекта 20%, не менее 20% от стоимости всего проекта должно быть профинансировано горожанами. То есть необходимо найти спонсоров, которые будут согласны вложить какие-то средства. Это не обязательно могут быть также средства, это могут быть какие-то работы и так далее, но не менее 20%. Поэтому для тех, кто в будущем хочет запланировать участие в данном проекте, хотелось бы обратить внимание на финансовые стороны вопроса и обязательно продумать именно финансирование спонсорское. У вас нашлись спонсоры? Да, спонсоры нашлись. Это очень хочу большое спасибо передать нашим спонсорам. Это директор Инженерно-технического института Корнилов Терентьев Анатьевич, также директор СП Лена Романова Елена Николаевна. И наш детский сад Мэри Поппинс также стал спонсором данного проекта. Мы вложили не только деньги, но и сами работали, красили, украшали, оформляли, рисовали, находили подрядчиков и так далее. Ну что вы можете сказать о проекте после того, как действительно площадка стала уже реальностью? Что было самым сложным? Да, вот, конечно, сложным было то, что я человек простой, как бы женщина, педагог, да, и совсем далекий от строительства, но очень помогли, конечно, большую поддержку оказали, ну, моя семья, а также вот советами помогли директор института. Также очень хорошо с нами работали управа Октябрьского округа, им большое спасибо. И также мы, все получатели гранта, объединились, нашли друг друга, и общим советом нашли поставщика оборудования игрового, и завод нам сделал очень большую скидку. Поэтому мы смогли сделать, вот, закупить больше оборудования, чем... Чем даже планировали, да? Да, планировали. И также большое спасибо вот поставщику, официальному представителю завода «Романа» Семену Кривогорницыну, который пошел нам на встречи в сжатые сроки, очень быстро все доставил, очень ответственно подошел к этому делу, вот, выторговал скидку большую у завода, потому что мы выбирали долго, тщательно. И вот, очень хорошо, что мы совместными усилиями все это сделали. Ну что же, площадка теперь действительно стала реальностью, она уже радует детей, конечно же, родителей, горожан, тех детей, которые приходят, может быть, даже с соседних дворов, поиграют. Да, с ближайших домов, потому что дом находится в центре города. Ну что Вы можете посоветовать тем, кто, вот, например, еще не решился принять участие в конкурсе, буквально 10 дней остается до окончания принятия заявок на конкурс? Огромная благодарность вообще вот администрации города Якутска во главе, конечно, с нашим мэром любимым Айсеном Сергеевичем Николаевым, потому что вот этот проект — реальная возможность каждому горожанину внести вклад в жизнь своего города, потому что горожане очень хорошо знают, что им нужно в городе. Поэтому, если у Вас есть какая-то задумка интересная, которая может оказаться в будущем полезной для всего общества, ну, может быть, даже для Вашего дома, для близлежащих домов, для округа, Вам рекомендую принять участие и подойти очень ответственно к составлению самого проекта, к финансовой стороне вопроса, полностью все разложить, что сколько будет стоить, сколько кто вложит. Очень хорошо найти спонсоров, потому что изначально мы предполагали, что спонсоров будет больше, а по ходу проекта некоторые спонсоры, например, не смогли вложиться, и пришлось вложить свои собственные средства. Поэтому надо быть готовыми и к такому повороту событий. И не бояться, потому что все, что умеют другие люди, можете сделать и Вы, каждый, любой человек, любой горожанин. — Хорошо. Ирина Семеновна, давайте напомним, кто может принять участие все-таки в конкурсе «Народный бюджет», да? Есть ли вот у нас какие-то особые активисты, которые пишут из года в год? Как вот складывается судьба их проектов? — Ну здесь вот я хочу сказать большое спасибо Варваре. Она очень так вот действительно на своем опыте конкретном указала те вот вещи, которые действительно необходимо учитывать и очень ответственно отнестись инициаторам будущих проектов. Со своей стороны, я хочу сказать, что в конкурсе могут принять участие и граждане, и группы граждан. Это соседи, может быть, да? Это могут быть индивидуальные предприниматели, это могут быть организации любые. Здесь главное не кто может участвовать, а с чем может участвовать. И здесь вот, когда мы проводили семинар, люди задавали вопросы, и вот действительно у людей должно быть абсолютно четкое понимание того, у тех людей, которые, конечно, улучшать город можно по-разному, да? Но в данном конкретном случае в отношении участия в народном бюджете у его инициаторов, у людей, желающих участвовать в нем, должно быть полное понимание того, что это не способ заработать ни в коем случае. Это должно быть какая-то внутренняя убежденность в том, что вот именно этот проект нужен, полезен людям, что он привлечет внимание граждан, что люди пожелают в нем участвовать, как вот Варвара сказала, действительно совершенно справедливо, не только финансовыми средствами в качестве спонсоров, но и своим трудовым, безвозмездным трудом, какими-то материалами, своими машинами и так далее. Вот в чем суть этого проекта, и вот очень хорошо, что вы об этом сказали, да, на своем обыдьем. По поводу того, участвуют ли люди повторно, да, действительно участвуют. Я уже сказала, что мы постараемся не бросать, не оставить без внимания ни один проект, да, и когда вот проходит оценка проекта, поступивших экспертной группой, как раз задача этой экспертной группы не только выявить те проекты, которые дальше могут быть представлены на конкурс, соответствуют положению и так далее, но и поработать с теми инициаторами, которые, возможно, допустили какие-то ошибки, да, в проектировании своем. Мы им на них указываем, да, и есть случаи, когда люди их уже исправляют, да, и вносят повторно на следующий год и получают гранты. Я сейчас просто конкретный пример привести не могу, к сожалению, но они есть, эти примеры, да. Когда люди исключают коммерческую составляющую, например, да, или четко видят, уже видят, вступают в договоренность с управой, например, о том, как дальше будет жизнь этого планируемого объекта. И здесь хочу отметить, если есть время, позволите, да, очень важное изменение, которое мы внесли тоже в этом году в положение условий отбора, учитывая то, что конкурс, действительно, конкуренция возрастает. Я думаю, что предпочтение будет отдано, шансы есть в тех проектах, в которые представят уже экскизный проект, что он предварительно будет согласован по земельному участку, да, и что будут представлены уже гарантийные какие-то письма от потенциальных спонсоров. Это важно. Ну, еще, наверное, важно иметь какие-то экономические, финансовые знания, проектирование, наверное, тоже очень сложное. Безусловно, сейчас вот много говорится о проектном бюджетировании, да, и на уровне республики и так далее. Это как раз вот наши вот эти вот инициативные попытки формировать инициативный бюджет, они говорят о том, что вовлекаться должны, ведь наш город-то уникальный в том смысле, что количество профессионалов у нас высокого такого уровня, оно огромное, и юристы, экономисты, они ведь тоже жители нашего города и вполне могут быть привлечены в тот или иной проект в качестве вот добровольцев. И в завершении нашей передачи, Варвара, несколько слов буквально обращения к нашим телезрителям, слушателям. Рекомендую всем участвовать, ну, не всем, конечно, а тем, у кого есть реальные проекты интересные, потому что бывает очень что-то интересная мысль у людей, которые совсем далеки от работы в государственных структурах, например. Ну, я бы хотела напомнить, что остается совершенно немного времени, 1 ноября прием заявок завершается, поэтому, пожалуйста, заходите на сайт OneClick, обращайтесь в управы, представляйте свои проекты. Мы готовы всегда их рассмотреть, проконсультировать. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, это была программа «Якутская сегодня», ее подготовила и провела ведущая Серглана Антонова. И сегодня мы говорили о народном бюджете. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.